Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите Арктик ТВ в прямом эфире программы «Знаки». Я ее ведущий, астролог Сергей Сгазинский. В этой программе мы не говорим о политике, изучаем судьбы людей с позиции расположения звезд. Вы можете звонить нам в студию по телефону 2846 или задавать свои вопросы в группе ВКонтакте, которая называется «Морманский астрологический центр». Здесь есть вопросы астрологу, раздел такой, и вы можете здесь писать, мы постараемся на них ответить. Правда, на все иногда не успеваем, но сделаем все возможное, чтобы вам было интересно. А я хочу представить сегодняшнего нашего гостя. Это Иван Митрофанов, инженер службы группы пожаротушения и подготовки. Знакомьтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня я приду в программу «Знать» и хочу узнать о своей дальнейшей жизни. А наш гость уже у нас. Добрый вечер, Иван. Здравствуйте. Иван, вот скажите, как ваша судьба вот так сложилась, что вы оказались в пожарной части? Ну, началось все на раз с армии. Я попал в армию, но в 2002 году в армию, в 18 лет пошел. После учебки меня отправили в боевую часть, где был отряд пожарной охраны. К нему мне и приписали. После армии, пришел в 2004 году, я подумал, вроде был, и думаю, надо устроиться. Год устраивался, и в 2005 году я устроился на должность пожарного, в 12-ю пожарную часть Мурманского городского подразделения. И там служите до настоящего дня? Да, да. Не, сейчас я уже служу в городском управлении Мурманского подразделения на должности инженера. А прошел я с пожарного, потом был комендантом, потом в отделом ТО, специалистом был, и сейчас вот инженер подготовкой. Я занимаюсь подготовкой пожарных, и... А можно сказать, что это элемент такой педагогической профессии у вас? Да, можно и так сказать. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, ответьте мне, пожалуйста, на мой такой интересующий меня вопрос. Про моего сына. 1972 года рождения... Секундочку, дату мне сначала скажите рождение. Какого? Что? Я говорю, год его... У меня вводится сначала день, потом месяц, потом год. Какого? 10 января. 10 января. 1972 года, 16 часов. 16 часов, ровно, да? Да. Где родился? В городе Нурманске. Нурманск. Так. А как вашего сына зовут? Александр. Александр. Итак, 10 января 1972 года, 16 часов, в Нурманск. Понедельник. Солнце у него в Козероге. Солнце в Козероге. Луна в Скорпионе. Он очень такой въедливый человек должен быть. И, пожалуйста, чуть от телевизора отойдите, потому что у нас звук неправильный. Все, все, все. Луна у него в Скорпионе, въедливый такой человек должен быть, а Марс у него в Овне. Прямо как у нашего героя сегодня, то есть очень сильный Марс. Человек такой вот нарываться будет, так вот в драку вот лезть. Вот такой вот своевольный человек достаточно. Сильный и своевольный. Про моего Саша говорят. Да, алло. Да, да. Да. И вот у него показания такие, что если 13 год был немножечко переживательным, там, каким-то вот, какой-то он был такой грустный и немножечко тяжелый, вот лихорадило человека, то сейчас это все успокоится, и через два года начинается цикл очень больших перемен, когда в жизни у человека все поменяется, вплоть до профессии даже может поменяться. То есть он сейчас более спокойное время, и человек должен успокоиться, а потом вот все-все будет в жизни меняться. А что вас еще интересует? Нет, спасибо большое. Пожалуйста. Дай Бог вам здоровья, спасибо. Вот, как ни странно, в астрологии так получается, что вот все вопросы и все, как бы, основания, они в одном направлении. Вот у вас тоже ведь гороскоп, у вас Солнце в Козероге, тоже почти градус в градус вот с тем человеком, о котором сейчас спрашивали. И Марс у вас очень сильный. Марс сильный на восходе, в соединении с самой сильной планетой гороскопа Плутоном. Обычно такие вот это военные, либо какие-то люди, связанные с боксом или вот с боевыми действиями. Ну, я занимаюсь рукопашным боем, свободный от работы времени. Ну, такого человека всегда тянет на подвиги. А вот скажите, а чем еще вы интересовались, вот занимались таким вот экстремальным? Я играл, есть такая игра, ночной дозор или энкаунтер. Такую игру играл. А что это за игра такая? Ну, группа людей собирается, есть организаторы, которые придумывают задания. И в ночное время суток, суббота на воскресенье, ездят по городу и выполняют некоторые задания. Щет-коды. На заброшенных зданиях, подвалах и таких злачных местах, можно сказать. Ну, а так еще занимаюсь, сноубордом катаюсь в зимнее время. Плавать люблю, в бассейн хожу. Участвовал в пожарных соревнованиях по плаванию часто. Ну, у вас достаточно активный гороскоп и активность вот такого человека не покидают никогда в жизни. И всегда вот астрологи говорят, что этот человек бомбардировщик вот такой вот. Он должен вести за собой других людей и вот зажигать их, можно сказать. А у вас еще луна в овне находится. А луна в овне, это всегда тоже вот человек требует эмоциональной встряски. Если этой эмоциональной встряски нет, ему как бы тяжело. А вот вы ведь участвовали в тушениях пожара. Вот что вам запомнилось? Ну, как мне запомнился первый такой глобальный пожар. Сейчас этого здания нету, но на Кольском проспекте напротив магазина «Океан» стояла деревянная двухэтажка. Вот этот самый большой пожар. Я помню, вот едем, уже светает, даже как светает, уже полярный день был. Лето, едем и спускаемся от кооперативной, и такой столб дыма идет. А еще утро было, в спортсоне такое ощущение. Самое приятное ощущение, когда вот ты начинаешь тушить, и черный дым вот этот начинает превращаться в пар. И вот черный, черный столб дыма становится белым. Ты понимаешь, все, ты победил, и там начинается уже другая ситуация. Это уже не тушение, а разбор, пролив, конструкция. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Еще раз я вам звонила на прошлой неделе, и хотела бы на этой неделе узнать про себя. По поводу карьеры. Вот я родилась 19 июля 1966 года. Ну, где-то в 11 утра примерно. Потому что сказала, мама мне до обеда говорила. Вот родилась в Калужской области, в город Кира. Вот у меня, сейчас я осталась без работы, вот, вроде бы перспективно, новая работа есть. Но тут там немножечко затягивается. Мне сказали подождать, и я вот не знаю, все-таки мне сдать. Но эту работу я бы хотела бы, конечно. Вот я не знаю, вот мне все-таки сдать или что-то надо искать. Вот подскажите, пожалуйста. Ситуация такая. На самом деле, для таких вот очень тонких вопросов, как вы задаете, требуется много времени. У нас передача коротенькая, и тут анализ такой на вскидку получается. 19 июля 1966 года, вторник Киров. Тем более, точного времени вы не знаете. Да. Точное время тут очень-очень важно, чтобы мы могли определиться. Ну, что здесь получается, вот, если мы так посмотрим. Во-первых, у вас рак заполнен очень сильно. И там планета Марс, которая за решительность находится. И поэтому Марс очень плохо себя чувствует в раке, и поэтому вы немножко нерешительны. И вы спрашиваете, искать, не искать. Конечно, искать. Конечно, работать, вот, вот больше наглости проявлять. И с лета этого года у вас очень-очень большие изменения, касаемые работы. И со следующего года возрастает очень сильно нагрузка. Но это показатель к работе, к работе показатель. То есть вы ее найдете. Но вам обязательно надо действовать. Вот бездействие с таким гороскопом очень чревато. Тем более, вы родились ведь в год лошади. Да, огненный. И как раз в год лошади Юпитер находится в раке и идет вот по всем вашим очень важным точкам, которые здесь содействованы. Очень хороший период для обретения работы, для начала нового дела, для каких-то свершений, открытий и так далее. То есть не упустите шанс. Ну, я вот, поймите, я не упускаю. Но дело в том, что мне сказали подождать, но я вот жду. Ну, промедление смерти подобно. Поэтому надо действовать. А там не от меня зависит все. Нет, все зависит от нас, от наших действий. И поэтому, если вы будете действовать, у вас может быть 5-6 вариантов. Почему их отменять-то, откладывать, перекладывать свою судьбу на решение каких-то людей, которые еще непонятно, как это все сделают. Все понятно. Большое вам спасибо. Берегите желудок. Да, всего доброго. А мы с Иваном продолжаем беседовать по поводу тушения пожаров. А вот у вас же все-таки вот этот вот первопроходческий тут натиск. Вы вот в пожар, вот пожарные идут, вот как вот вперед, прям в огонь, что ли, заходят? Ну, для какая ситуация будет? Ну, если, допустим, это в квартире, конечно, заходить вперед в огонь. Ну, со стволом, конечно. Потому что идет спасение людей. Обязательно. Это как, ну, это основополагает в огонь. Ну, не прыгать в огонь, это, ну, самодурство какое-то непонятно. А, конечно, чтобы был ствол, вода была, при тушении идем в огонь, да. А вот пожарного сложно подготовить? Ну, пожарным надо родиться, как говорится. Ну, вы родились пожарным. Да, я родился, скорее всего, пожарным. Просто профессию очень люблю. Пожарным очень любил его. Мне очень нравилось. Пожарным сложно быть. Во-первых, это не один год подготовки идет. Пожарный учится всю, всю свою рабочую жизнь. Все дни у него. Каждый, каждый караул – это практика. Каждый пожар – это что-то новое. Я даже не могу сказать. После учебки приходит человек, ну, как на бумажке, не показать человеку, как правильно тушить. Можно подсказать, что-то куда-то направить. А так все только практикой. Могут сказать, там, тушение при низких температурах. А как человек должен прочувствовать эти низкие температуры. Тушение при сильном ветре тоже надо прочувствовать. Это надо, чтобы у тебя питалось пожар в кожу. Можно так сказать. Что еще сказать? Пожарный учится всю свою жизнь. Если он не будет учиться, он когда-нибудь может травму какую-нибудь получить. Можно так сказать. Ну, а в Мурманске вот вообще пожарообстановка опасная. Это опасный город для пожаров. Горят, горят, ну, каждые сутки бывает пожар. Несильный. Большинство пожаров от безалабельности людей. Это там неправильно, допустим, курят в подъезде, кинули бычок в ворну. И вот он, мусоропровод загорелся. Или неправильное обращение с огнем. Чаще всего. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я бы хотела узнать городку по своей дочери. Давайте посмотрим, как вашу дочь зовут. Ирина. Ирина. Дата рождения Ирины? 11 февраля. 1982 год. Город Мурманск. А время знаете, Ростин? Время 18-20. 18-20. Мурманск. И сейчас мы Мурманск найдем. Мурманск. Итак, вводим Мурманск. Смотрим, что получается. 11 февраля 1982 года. Четверг. 18-20. Солнце в водолее. Практически одинокое. Луна в весах. Такой вот воздушный гороскоп. Легкий. Легкий человек. Должен быть свободолюбивый. Которому достаточно сложно принимать однозначные решения. Потому что вот здесь весы очень сильно заполнены. Прямо как у Путина. Вот так вот весы заполнены. И вот на сегодняшний день, конечно, в ближайшее время очень сильно будет меняться судьба вашей дочери. И впереди года через два большие перемены. Переезд тут. Смена жилья. Впереди годика через два. Вот тут просто, можно сказать, как бы гарантированно. Ну вот плохо, что сейчас в профессиональной сфере как-то она мечется. Но метаться она будет еще до конца 2014 года. До конца 2014 года в профессиональной сфере. А в личной жизни как? А в личной жизни тут несколько лет назад. Любовь показана какая-то и потеря головы. Вот я просто сейчас посчитать не могу. Может быть год четыре, может быть чуть-чуть раньше. Но там очень такие события интересные были в ее личной жизни. Это закончилось позитивно или как? А вроде бы вообще не было. Не может быть. Показания влюбленности несколько лет назад. Очень сильный Нептун шел по солнцу. Это потеря головы у женщины обычно. Романтизм такой и все остальное. Тут вот еще один показатель брака есть. Но он показан на 31 год. Как я понимаю, это уже было время, да, прошло? Да, да. На 31. Вот там брак был. Вот вопрос-то тут вопрос, почему, может быть, не случилось. Я не знаю, пока не знаю. Затрудняюсь ответить вам вот так точно. Но семейное положение быть должно. Единственное, человек может не хочет подчиняться кому-то, да, и, может быть, очень высока планка требований. Вот и все. А так вот должен быть брак. В 14-й год сейчас переживете, вот к осени тут все легче начинается. А потом вот изменения такие, что просто дожди удаешься, что вот настолько все поменяется. И в профессии тоже. Хорошо. Всего вам доброго, до свидания. Большое спасибо, до свидания. Мы продолжаем с Иваном беседовать. Но, Иван, если вот в ваш гороскоп заглянуть, у вас же тоже перемены впереди большие. У вас, вот у меня получается так, что года через два у вас меняется профессия, и какие-то дальние переезды, и поездки какие-то, и возможности открываются, и карьерный рост открывается года через три. Так что в преддверии очень больших изменений в вашей судьбе, и, видимо, положительных, главное не бояться схватиться. Вот скажите, пожалуйста, а вы любите путешествовать? Да, я люблю путешествовать. Каждый отпуск стараюсь побывать в новом месте. Когда приезжаешь в новое место, знакомишься с колоритом, с новыми людьми, общение, набираешься чего-то нового, там, рассказов, фотографий. И потом можно долгими зимними, наши вечерами, там, иногда вспомнить, посмеяться. У вас стрелец сильно заполнен, и Юпитер в стрельце, и с Нептуном. А тут еще, между прочим, морские путешествия показаны. Я люблю мой это. Они, может быть, когда-то и будут, да. Потому что вот такие вот вещи. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, расскажите мне дочери, будет у нее ближайшее замужество. Давайте посмотрим, дат рождения. 4 ноября 1986 год. 1986 год. Время? 23.55. 55. Город Ворманск. Сейчас 23.55. Город Ворманск. 4 ноября 23.55. Город Ворманск. Елена. Елена зовут. Елена очень-очень такой сильный, жесткий, требовательный человек. Поскольку в Скорпионе очень много планет скопилось. Луна у нее в первом градусе Овна. Эмоциональный человек достаточно. Такой вот вперед летящий. Не останавливающий на достигнутом. Сильный такой. Просто сильный. И вот этот человек, как бы самое опасное тут в личных отношениях, что этот человек подавит кого угодно. То есть сильнее супруга в любом случае. Потому что вот мужчины могут и не родиться с такой силой, какой обладает ваша дочь. В ближайшее время, чтобы... Это 30 лет, да? Это 30-летие. Ну, уже идет. 30-летие. Ну, здесь один из показателей на любовь. Один из показателей. Ну, вот, трудно мне так просчитать. Трудно, трудно отвечать на такие вопросы. Потому что вдумываться надо, всчитываться надо. Тут надо спросить, что было там в 19 лет. Это первый вопрос, который был бы у меня. Потом, что было в 21 год. И вот сейчас, в настоящее время, заканчивается некий сложный период, который длился год-полтора. Ну, он был такой вот связан с терпением, с ограничениями какими-то. И на сегодняшний день он заканчивается. Он заканчивается. И поэтому, мне кажется, что все впереди. Но точно, опять же, видите, выжить из себя не могу. Боюсь ошибиться. Времени нет, да. Всего вам доброго. Здесь будет, я думаю, в ее гороскопе все хорошо, все сложится. Хорошо, спасибо. Ну, Иван, остается мне вам пожелать удачи и терпения. В вашем гороскопе прогноз позитивный. На все дальнейшая карьера вам обеспечена. Карьера, кстати, в информационной деятельности. Очень много, может быть, прислужба какая-то. Может быть, даже такое. Так что, большое вам спасибо, что пришли к нам сегодня в программу и обо всем рассказали. Я, уважаемые телезрители, с вами прощаюсь. Приношу свои извинения, что было много звонков, и мы не успели ответить на то, что пришло в интернете. Но мы обязательно постараемся вас удовлетворить и ответить на все эти вопросы. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok